Друзья, привет! Ну что, снова мы в галерея Краковская, положили свои вещи в отеле Матейку, оставили 4-5 часов у нас до автобуса. Наташа уже побежала в Сифору, я пока распаковываю телефон, говорю, давай, она это дело любит. Застряли вчера на Флорианской в Сифоре аж на час где-то, ну я там пару шортов сняла, так уже видео про Сифору было, оставлю в описании, если что. Много магазинов, вот ГЭС, Кельмин-Кляй, ну прикольно. Про этот мол уже много видео было, еще помним, что здесь можно с животными, с собачками, с котиками заходить, гуляйте, особенно от жары хорошо здесь заходить с животными. Вот, сейчас найдем Наташу в Сифоре и хотим, конечно, посмотреть еще магазинчики, Венецию хотим посмотреть, потому что сколько там были, да, магазин пожарных изделий турецких, 3 раза были, 3 раза что-то купили. О, есть такая жиловица, как в Эмиратах, прикольный отдел бижутерии. Так, ну сейчас Наташа в Сифоре, берем Наташу из Сифоры, идем гулять с вами по галерее Краковск, здесь бесплатный туалет. Кстати, вот вчера он был закрыт, вчера мы хотели зайти и сходили в туалет аж за 2 злотых, это как пол евро за 2 злотых на человека, возле сухонного рынка, когда Наташа еще одни сережки себе хотела купить, но не подобрали мы сережки под ее гусики. А вот тот первый раз, мы удачно сходили, классные выбрали и кулончики и сережки. Вот сейчас берем Наташу и, наверное, уже пойдем с вами смотреть галерею Краковскую. Ну вот, Наталка, ну что, что-то здесь интересное, что мы смотрим, давай быстренько, боже, что за бренд новый? А ну понюхали. И так или Бредо раньше, такой они прошли даже. Ну, уже это, нюхали такой. Ммм, прикольно. Нет, это не оно. Это вот что-то. Спайс, маст, интересно. О, мы вчера в Сифоре смотрели. А Ирина, что это? Амбар Мусс. Нет, что такое? И причем цены просто? Цены очень много. От 190 до 7 мл это вообще какая-то мысюлька-писюлька, извините. А 100 мл в 1125. Ну, прилично. В общем, народ, Сифора есть. Много всего, кому нужно в галерее Краковской Сифора тоже есть. Вот, видите, Сифора уже внизу. Идем прям по этажам. Есть распродажи. Есть интересные варианты магазинов на любой вкус. И есть главное, где посидеть, потому что это очень удобно. Вот в эмиратских моллах не совсем всегда есть где посидеть. Наверное, чтобы люди просто ходили и делали шопинг. Сейчас ищем магазин Венеция. И, наверное, уже там покажем что-нибудь кожаное, интересное. А вообще, ну, сегодня вторник. И видите, сколько людей, сколько людей. Когда мы зашли, в воскресенье вообще ничего не работало. А здесь мы просто идем, наслаждаемся магазинами. Наташа снова много блотеров набрала в Сифоре. И мы будем их потом нюхать. Возможно, вам рассказывать. Ну, народ, привет. А сейчас мы в магазине Медицин. Помним, там тут была прекрасная, крутая коллекция Марии Примаченко. И тут не в тему вбили в бирку. И мы не взяли прикольную кенгурушку. Ну, вот есть такие какие-то шортики. Какие-то распродажи. Прикольная такая-то штучка 129. Вот, такие футболки, типа, под затертенькие. 39,90, 10 долларов. Что еще есть? Ленни Кравецов футболка 10 долларов. А вот еще, все еще похоже. Что-то на стиль Марии Примаченко. И 80, почти 79,90. Нехило так. Да? Ух ты такая затертенькая. Вот такой цвет графитовой граффити. Прикольная, прикольная. Что-то еще есть. Что-то еще из этой коллекции есть. Ну, это что-то похожее, но, наверное, не оно. Ну, что, Наталочка, ничего нет? Да, ну, 119. 119, да. Так что. Это оборвыш, я не отзываю. Ну, так что, ну, так. В медицине по-прежнему ничего интересного нет. Да? Уговорила Наталку зайти. Вот это 60 стоит. Наташка не хотела. Говорю, ну, давай зайдем уж покажем. 49,90 футболочки. Ну, что-то есть, что-то есть, как бы, но не аллера с продажи. Вообще, я даже вот на секунде более интересному. Вот это вот 90 юбочка стоит. Яркая есть, но вот беспокоит качество. И все-таки цены не такие уж и дешевые. А это мы зашли в Тераново, в магазин Тераново. И какое-то здесь все такое, не знаю, не очень яркое. Ну, какие-то, наверное, новые коллекции, но есть распродажа. Здесь, ну, и такой, где вообще кофейный? Такое молочное кофе, черное, белое и кремовое. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Футболки по 60. 45,99, угол, не, ну, это дорого, реально. Что-то дорого. Тут написано распродажи везде. Вот, сейл, сейл, сейл. А, три за два. Я так поняла, бери две штучки и одну в подарок. Ну, 70 злотых вот такое. Не, ну, ребята, это очень дорого. Сколько? 80? Шорты 80 стоят? Ну, это безумно дорого, народ. Вот, конечно же, как всегда, все цены поставлю в долларах. Вы поставите лайки, будет приятно. Но каких-то распродаж здесь я вообще не вижу. То есть, ну, а людей много, а людей много. Салеван там, смотри, сейл, это три берешь, за две платишь. Ну, вот такой вот кремовый отдел. Не знаю, пока Тиранова что-то, не знаю, очень хотели туда зайти. Наташа хочет джинсовые шорты. И вчера была, позавчера была закрыта. Сегодня вторник, мы уже уезжаем домой. И вот это вот за 140, ну, блин, как-то, ну, слушайте, реально дорого. Я не знаю. Удобно, что висят, конечно, все фотки, все размеры. Можно посмотреть, как джинсы выглядят. Это и в Эмиратах есть, это удобно. Тоже, наверное, во всех странах есть, мне кажется. Можно не разворачивать, посетить какую-то модельку. Мне, наверное, вот эти вот две модельки. Bootcut и White Black. Это мне прикольно было бы. Остальные такие не люблю, потому что, когда снимать нужно быстро, допустим, переодеться, там, бежишь, опаздываешь. Так почему-то ноги застареют все время. Поэтому слимы я не очень люблю. Главное, подождите, такой белый пиджачок. Ну, Наташа, посмотри, что мне нравится белый пиджачок. Ох, Наташа вчера себе классно на секунде взяла. Я на сих пор сейчас сворила. 40 евро стоит. 40 евро. 40 евро. Офигеть, народ, это дорого. 40 евро это дорого. Наташа себе за пару долларов взяла пиджак. Это было круто. Так что, ну, не знаю, Тиранова тоже не впечатлила. Ну, идемте, гуляем сейчас по всем магазинам галереи Краковской. У нас есть и время. У нас есть время. Что? Шорты. Ташка шорты себе ищет. Это что у нас такое? 36 евро. 36 евро. Блин, это дорого. А ну, Мэй, где? Что? Где сделали? Камбот что-то. Боже, мне здесь показалось что-то. Ретро-бермуды. Я думала, сделано в Бермудах. Думаю, как они из Бермудского треугольника-то еще и вывезли. Вот такие Бермуды за 36 евро. Это капец как дорого. Мы зашли в Нью-Йоркер. 24, 19. Это что по шортам? 17 евро. 17 евро. Удобненько, что все в евро. Даже писать не надо. Ну, так очень много распродаж. Наверное, желтые цены распродажи. Но просто цены странные. Это недешево. Здесь просто море, как и в Тиранове. А брать нечего. Вон, Наташа, где-то шорты уже увидела. Ну, короче, если цены видите, смотрите. В принципе, все, чтобы получить евро на 4 делим. Чтобы получить доллар на 3,8. Мне такие шортишки нравятся. Прикольные, спортивные. 49,95. Но это прилично, наверное. Это прилично. Сумочка вязаная. Класс. Так. Ну, здесь все шорты тоже по 49. Ну, по 50, конечно. О, Наташа нашла. Тебе вот такие типа нравятся? Собаки урвали. Нет, мне не нравится. Собаки оборвали, не нервали. И сколько такие стоят? 20 евро. 20 евро. Слушай, 20 евро это хотя бы не... Сколько мы сейчас смотрели? Не важно сегодня. Не 40, не 60. Ну, какая джинса, кстати. Есть голубая, а есть такая вот. Мне когда нравится такая, когда такая. А вот еще и темная джинса есть. Любители карманов. Ну, это вообще прикольно такие. Называется... 25 евро. Карго-шортики с карманами, 25 евро. А ну еще, а ну, отойди чуть-чуть, чтобы было видно. Вот это вот теперь видно. Вот это классные джинсы. Вареночки. Мне нравится. А ну, попку покажи еще. Ну, блин, оно прикольное. Слушай, ну, еще цены более-менее. Ну, дай-ка я в губ пройду. Магазин еще раз New Yorker называется. Ну, а в принципе, как говорит Наташа, и в Киеве такие есть. Тысячу гривен стоит. Тысячу гривен стоит. Ну, скажу так. Жалко, что вчера на Секунде не было, не было таких шорт. Кстати, в раздевалку очередь. Ого, нечеток себе. Нечеток, нечеток. Вот, 10 евро. Лифчики играют красками. Лифчики, труселятки. Ну, вот New Yorker посмотрели. Слушайте, много людей копается. Много. Ну, не знаю даже. Ну, не знаю, не знаю. Что сказать, как-то растерялась я, по-моему, цены вот не дешевые. Мы всегда же приезжаем. Сейчас же июль, в принципе. Мы всегда как бы вот... Когда в августе уже уезжаем в Эмираты, в принципе, уже как цены падают. А сейчас, ну, только лето, конечно, тоже решивить буду. Ну, не знаю, мне прикольное. Мне не прикольное реально. Ну, я знаю, ты любишь это. Ну, вот просто, ну, не знаю, как они будут смотреться. Ну, я бы. Ну, не знаю, померял бы. Я бы померял. А вот это для кого? А, это большой карман. Ну, большой, классный карман. Наклепка. Тут тики-склепок стуки, да? А мне вот такие вот понравились. Сразу уже написано в деньгах. 500 гривен. 13 евро. Ну, 12.99. Для кого эти 99? 13 евро. Прикольные такие. Ух! В труселях таких. Опа! На тренировочку в зал вышел. И вот эти тоже прикольные. Не знаю. Такие, конечно. Ну, джинсовые шорты я бы тоже не против одеть. Но не за... Ну, не за 20 еще нормально. Сейчас эти посмотрим, сколько стоят. Тоже в такую же цену. И зеленые классные. Ну, не знаю. Все равно... Все равно не дешево. Не знаю. Не дешево. Пишите, как у вас. Точно, что у вас в стране тоже есть магазин New Yorker. И Tironova. И Sephora. Сейчас Наташу найдем. Надеюсь, она померяет шортики. Стоим в раздевалку, чтобы Наташа шорты померяла. Смотрите, все занято просто. Все занято. Все меряю. Целая куча людей. Ну, значит, здесь нормальные цены какие-то. Не подошли шорты. Очень даже большие. Даже вам не показывали. Просто дофига, дофига большие. Наташа их сейчас вешает. Все. И мы идем дальше по магазинчикам. А жаль. Заходим в Reserved. 60 стоит такая. Ну, белющее. Люблю такой свет. Белющее-белющее. Ну, вот все красными ценами. Ну, не знаю. 80 здесь. Наташа пошла в шорты. Вижу шорты где-то 60. Ну, 59,99. Понятное дело, это 60. Прикольно. Это 49. Вот это вот. Это юбочка. Они шорты такие классные. Для тенниса. Прикольная. Не знаю. Мне такой материальчик, кстати, нравится. Вот такой классный. Тканевой такой. Нет упаковок. Кстати, распродаж много. Посмотрите, это прям секонд. Вообще любые такие вещи набросаны по одной штуке. 60 стоит. О, теперь смотреть. Если что-то классное есть, конечно. Ого. Так, это магазин Reserved. Вот такое платьишко. 10 евро. Все, идем. Выходим, потому что у нас очень много. Вот по 29 все. 30 точнее. Платьишко. Ну, платьишко 65. Наташа любит двестяшечки. Да, ну, сегодня, поскольку большие очереди. Ладно, не будем уже ничего нигде стоять. До отъезда 4 или 3 часа у нас уже. Вот Страдивариус. Тоже какая очередь. Что-то здесь есть. Ну, Наташа в Reserved не захотела стоять очень. Смотрите, джинсы, кстати. Мне кажется, вон там вот висят уже такие распродажные. Ну, вот шортыки на самом-то деле. Смотрите. 65, 65. Дальше пошли вот на джинсы. Ой, какая джинса с гормонами. Класс. Неплохо, неплохо. А ну, почем вообще просто этот ряд 65. А то есть тут, наверное, все по 65. Вот на меня такие джинсиосики были бы. Тут короткие шортицы. Что еще? Что у нас еще есть? Ну, не знаю. Вот сумочки прикольные. Дальше уже другие пошли юбки-шорты. Наташу я уже потеряла. Хотела показать эти его шорты на распродаже, которые при входе. И где-то уже Наташа... А, вот Наташа. Ну что? Там при входе распродажи есть. О, вот шорты, смотри. Ну, куда это шорты? Целая куча. Ну, только просто посмотри. Посмотри. Просто посмотрела. А, 109. Ну, прилично, да. 109. Ну, какие-то 30 футболка чья. Ну, там есть впереди шортики, можешь посмотреть. Ну, люди тут купуют. Ну, они, люди. Наташи, что вы тут купуете? Секста. 50, тут все есть. Ну, очень много всего. И действительно, посмотрите просто на эту очередь. Ёлки-палки. Вот это, да. Цертеж есть. Так, магазинчик Манго. Помни, такой шорт был прикольный, платьевская. За 625 долларов в Дубае было. О, в магазине Манго. Вот симпатичная персиковая рубашечка. Вот так, вон, цвет передается. Ну, стоит 120, ну, прилично, нет. Наташа, шорты почем здесь? Шорты 100. Ну, вот это тоже рваный. Какие-то рваные. Наташа рваный не хочет. Нормальные шорты, да? Знаете, кстати, очень много людей, реально, слушайте. Очень много людей. Люди реально покупают. Сегодня в вторник какой-то день шопинга, что ли, в Кракове. Не знаю. Очень прикольно. Так, давайте, Наташу потеряли. О, жерточка прикольная такая. Кремовый цвет. 77 симпатичная. О, хорошенькая такая, да. А, это что у нас? Ну, 70. Не знаю. Рандомная штука. Рандомная штука. Что ли, 60? 60. 60 полистерчик, джинсики, шортики за 100. А джинсики, где больше джинсы, использована 70. Ну, это Манго, народ. Ну, не знаю. О, Наташ, ты такой же пиджачок взяла, только круче вообще намного. Это сколько здесь? 200 злотых. Ну, это вообще прям офигеть, конечно. Так, идемте, идемте дальше. Вон, Бершка. Наташа свернула какие-то ароматы понюхать в Дугласе. Но мы в Бершку с вами. Ой, мужчина. Ой, чуть не передавили. Ну, не знаю. Распродаж пока не вижу, а народа вижу много. Такие штанишки спортивные такие, типа Made in Pakistan. Что почем? 40. Ну, еще 40 это, конечно, не дешево. Но нормально, постоянно с другими. То, что мы с вами видели сегодня, как-то подешевле. Ой, какой дракоша. Мне приятно. Я родилась в год дракона. Футболочка 80 стоит. Ну, классно. А здесь что? Такие шортицы на Даши не понравятся. Ну, просто как 130. Офигенно дорого. Непонятно что-то. Давайте глянем, что еще есть. Вон, набор шортиков. 66 стоит такой. Тут какая-то вот футболочка мне уже нравится. Классная. 50 стоит. Потому что здесь у нас United. Такие, типа, футбольные джерсти. 100 стоит. Очень много людей. Очень много всяких тоже распродаж. Смотрите, ну, покупают люди, покупают. Но каких-то таких вот супер вот вещей мы не нашли пока. Вот шортики леопардовые. Мяу. 150. Ну, это футболочка такая с тигрюлей. Тоже прикольная. 80. Ну, не знаю. Надо идти Наташу забираться ароматов. И что-то искать, наверное, прикольно в Венеции нашей. Пикенклопенберг. Очень много видео здесь сделали. Я себе и кенгурушку здесь покупала. Сумки мы здесь смотрели. Вот магазин реально брендов. Тут и Босс есть, и Кельвин Кляйн, и Томми Хольфигер, Ла Коста. Вон сразу видим, что здесь есть всякие бренды. И, наверное, сейчас Наташа может здесь себе найдет шорты. Это, наверное, распродажа уже 50% даже всего. Здесь тут и даже Дона Карен Нью-Йорк есть. Лиу Джо есть. 179, Марка Пола. 179 приличный. Ну, кстати, здесь цены приличные. Ну, есть скидки, есть все, можно найти. Вот такой пиджачок. От кого у нас пиджачок? Я не знаю, от кого даже. Но 629 такой. Да, конечно. Ну, вот такая, кстати, интересная Монтего 100. Ну, приятная ткань. Вообще такая, ну, в Индии пошла бы такая, конечно. Так, что у нас здесь есть? Ну, так, что там есть? Такое у нас... Армания и Якасьевщина. Армания, ну, 279. Ну, да, тут есть и Армания, вот, кстати, вот. Эмпориум 329 такая футболочка. Ну, Армания, ну, да, как бы. А набрать не идет? Ну, тебе вообще неплохо в черном цвете. Давай возьмем. Давай возьмем. Конечно, за такие деньги давай. А что там? Ну, смотрите, есть сейл, распродажа, да? Ну, вот те же СиКей, Кен Вин Клянь. Ну, 160 стоило, конечно, в два раза дороже. Блин, ну, прилично так, прилично. Ну, такой, как бы, не скажу, что такой фонтанчик какой-то. Таше все-таки просто ей найти шорты. Оливер, пиджачок белющий, классный, 219. Ну, не знаю, не знаю. Ну, может, у нас такого стоило. Дгетс, футболочка симпатичная, вообще класс. А, 200 стоило, а сейчас 130. 129,99. Ну, прикольно. Поднялись на этаж выше. Такой же магазин, распродажи есть. Ну, смотрите, здесь, конечно, где-то вещи стоят. Ну, за вещь, где-то 100 долларов примерно. Ну, даже не знаю, тут всякие разные. Ну, столько, что стоили в футболку Кельвина Кляйна, просто, ну, дофигище стоило. Да, стегнешься ты или нет? Ну, еще и сказала зря. Короче, просто поверьте мне наставать, где-то вещи стоят где-то вот. Стольничок. Ну, здесь и Хьюго Босса, Кельвина Кляйн, Ральф Лорен. Ну, вот прям, кофточка. Да, кофточка. Сколько? Ну, вообще. 449. Что за кофточка какая-то? Ричин Роял, Made in Italy. А, ну, нифига, вот так Made in Italy. Такая кофточка. Ну, типа, Клутяк не Made in China. Ну, в общем, много всяких вещей интересных, классных, брендовых. Вот бренд какой-то. Мосс-мош, что-то такое, 629. Ну, это прям, не знаю. Вот это вот красиво. Да, покрывало такое у тебя. А что за фирмочка у нас такая? Прикольно, да? Где бирочки? 219. Даже бирочки нет, конечно. То есть, вообще, ноунейм, понятно. Фирма. Да, это фирма, реально. Вот. Ну, и тут и нижний этаж, по-моему, детский более. Ну, стоит, простая футболка, простая. Какой-то Ричи Роял. Ну, вообще, простая. Даже такую в Калифории не посмотрела бы. 130. Это, конечно, дороговато. Пиджачок такой. Мосс-мош, 2629. Ну, где-то 200. 260. 260. Ну, почти. А что за фирмочка? Мосс какой-то. Мосс-мош, да. Вот, Мосс-мош какой-то. Ну, всякие такие вот... Ты говоришь, что ты делаешь, ты знаешь? Я? Нет, я просто серьезно говорю. Какие-то вот такие... Хотя сейчас июнь месяц, и дождевички какие-то. И вот Оливер куртка. Ну, кстати, за 200. Это куртка, что ли? Это нормально. За 200, кстати, да. Но она не сминается. Ну, это такая, да, еще более-менее цена. Ну, конечно же, говорю, что цены здесь так... О, ГЭС-кепки. Просто мне всегда было интересно, сколько эти кепки стоят. Наташа, можешь помочь? Все 219. Вопросов больше не имеют. Мне больше такой цвет нравится. Не страшно. Я просто видела людей в всяких кепках. Мне сейчас было интересно, сколько они стоят. В общем, пока мы не можем найти шорты, я думаю, их здесь нет. Сумки я уже показывала на этом этаже. Ну, вообще, я же говорю, такой сегодня шопинг. Смотрим вещи, вещи хорошие, но брать ничего. Тем более, я же говорю, цены такие, ну, и в Эмиратах, и в Украине дешевле. Поэтому так странненько. Ну, свои комменты оставляйте, всегда интересно. Это что у нас такое малиновенькое? Сколько оно стоит? 2 километра. Ага, ну, понятно. Ааа, ну, такие малиновенькие, сколько стоят? 3-18. 3-18, вот такие малиновые. Это да, это да. Пусть дальше и висят. Друзья мои, кроп, 10-й магазин за сегодня. Это мы еще в Венецию пойдем. О, давайте посмотрим, кстати. О, что здесь за распродажа. Ну, вот за 19 хотя бы, ну, за 20, в смысле. Нормальная такая, нормальная рубашечка. Вон, шортицы за 30. Вот, кстати, есть, ну, блин, 100, 100 шортики, джинсовые, как Наташа хочет. Ну, вот такие вот, я бы такие носила. 50. Ну, вот распродажи есть. Кстати, лежат джинсы, как в секунде, и стоят они по 30. Такая джинса прикольная. Ага, тут 40 она стоит. То есть, даже смотреть нужно, и нужно смотреть цены какие. Что, могут быть неправильные варианты. Вот, тоже очень много джинс, очень много, кстати, молодых людей в модных футболках в стусе стоят здесь. И Наташа что-то похуже ищет. О, какая клеточка. Ммм, класс. Неплохая. Ну что, Наталка, покажи, покажи, что есть. Ну, а кисть такие. Ну, а кисть такие. А сколько такие стоят? Что он, 99? 99. Что, ну, прилично, конечно. Джинса, кстати, интересная такая. Уф, джинсовые джинса, класс. Такая здесь футболочки, смотри, что по 16. А ну, вот, мне не, просто хочу порыться футболом. Почему же я порой? 40. Ну, здесь я, как футболочка. Молодежная, большая. Хочу, дракошка еще, цифрик, такая вот, дракошка не змея. А это вот стоите 29, значит, ты. 30 евро стоишь, да? Сколько 30 евро? Ты шо? Это шо, шо, шо и богато? 8 долларов. 8 долларов. Извините, 8 долларов вот такая стоит. Ну, а он тут еще вот такой вот, такая любопытка будет. Любой, да? Вообще-то прикольная такая. Какая-то? Стоит 200 евро. Такая прикольная, она сегодня большая. И симбочка есть. А симба стоит, симба, слуха у нас, снэйк, рок, симба стоит. Тоже 10 евро. Вот симба прикольная. 10 евро? Да, 10 евро. Ну, вот такие вот футболки, нужно здесь рыться. Ну, давайте мы сейчас найдем. Футболку? Да нет. Шорты? Да. Ну, шорты вот там вот еще есть. Ну, давайте дальше. Если что, найдем интересные, включимся. А так уже, как бы, 10-й магазин за сегодня народ. Ну, ставьте лайки. Раздевалка классная. Вообще так сделана. Оформила в таком стиле. Это мужской отдел, кстати. Наташа в женском выбрала себе 3 пары шорт более-менее. Короче, если что будет прикольное, покажем. Ну, так вообще сделано. Ну, класс. Вот все. Что такое? Вагончики такие прикольные. Наташа настаивает, чтобы снять вот этот вагончик. Вообще прикольный. Вообще, смотрите. Опа, как купешечка. О, сейчас сюда рюкзачок закину. Зеркальце все есть. Слушайте. Опс. И выходи. Класс. Ставьте лайки. Давай, ставьте. Ничего, померили, померили. Ничего не подошло. Раздевалочка прикольная. Ну, вот так что. Сегодня экономный шопинг у нас. Очень экономный. Повезло.